Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. А в последнее время я живу с какой-то кашей в голове у меня ко многим людям в моем окружении и отвращении. Хочется от них всех избавиться в моменте, а когда они чем-то помогают, хотя до этого, на мой взгляд, сделали пакос, я таю. У меня все как-то нестабильно происходит, то я всех ненавижу, то уже нормально отношусь. Но в большинстве случаев мне хочется просто изолироваться, никогда не видеть этих людей или контактировать с ними. Еще мне всю жизнь кажется, что я навязываю себе чувства. То есть это не то, что я на самом деле чувствую, а просто навязываю себе выстроить вокруг себя какую-то интересную личность. А на самом деле, может, я ей и не являюсь, то есть со мной вроде есть о чем поговорить. Вот я познакомилась с одним парнем, который мне очень нравится, но мне стали нравиться его увлечения. И знаете, за последний месяц общения с ним я полностью изменилась, поменяла свое мировоззрение, отношения к людям и в целом мои ценности тоже поменялись. Объясните, что со мной происходит, я не понимаю, что я на самом деле всю жизнь к себе самовнушаю и бегу от проблем. Я думаю, что абсолютно не сложно увидеть то, что вы перескакиваете с темы на тему, даже в своем тексте. Вот. И я думаю, что у вас идет очень сильное отношение к себе. Внешне, 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 это проявляется в отсутствии личных границ между, ну, между вами и людьми. Это внешне, а внутренне, внутренне, это, как мне кажется, проявляется в том, что вы себя довольно сильно обесцениваете. Мне кажется, что вы действительно это делаете всю свою жизнь, всю свою жизнь вы себя обесцениваете. Всю свою жизнь вы считаете себя недостойным. Правда, вопрос заключается в том, да, вот, недостойным чего вы себя чувствуете. Вот. Но именно это, как я думаю, вот, то, что вы чувствуете себя недостойным, вот, и способствует такому отношению к тому, что вам делают люди. Почему? 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 Дело в том, что, когда человек себя обесценивает, когда это происходит, то ему нужно внимание других людей. То есть, тем больше я себя обесцениваю, тем больше я нуждаюсь во внимании других людей, чтобы они мне компенсировали то, что вот не так со мной. И, по моим ощущениям, именно это с вами происходит. Ради того, чтобы получить внимание людей, вы можете себе что-то внушать. Это правда. Вот. То есть, ну, ну, действительно, действительно, вот, на самом деле, эм, как бы, ээээ, если... Я хочу, если я хочу, чтобы со мной взаимодействовали, и если я при этом сомневаюсь сильно в себе, то единственный способ этого достичь, это внушать. Внушать себе что-то, что я что-то чувствую. Такое. Ну вот, собственно, это, на мой взгляд, с вами и происходит, как вот мне видится вот сейчас. И вы, на самом деле, оказываетесь, получается, вот в такой довольно серьезной ловушке, из которой, ну, вообще-то, как будто бы даже и выхода нет. Потому что вы действительно, к сожалению, от себя бежите по причине, что не принимаете себя. Не считаете, что там у вас может быть и есть что-то хорошее. И по этой причине позволяете людям, то, чего вы не хотите позволять им. То есть, ну, вот это, вот, такой, можно сказать, замкнутый круг, на самом деле. Копорый, вот, вам довольно сильно мешал. Действительно, выходом из этой ситуации было бы восстановление контакта с собой, вот. То есть, чтобы этот контакт у вас появился, чтобы вы начали себя чувствовать хоть как-то вообще, вот. И выражать свои чувства по отношению к людям, даже если они эти чувства, ну, вот, значит, какие-то, вот, такие, ну, негативные, негативные, да? Вот. То есть, даже если вот что-то, ну, даже если это что-то вот такое прям неприятное. Вот. Хотелось у вас просто хаотичная реакция вашей психики на какие-то, ну, на какие-то внешние раздражители. Потому что психики вашей нужно себя как-то защищать вообще. А защищать вы себя, ну, вот, не привыкли, не умеете. А, и отсюда вот такая история неприятная. А, вопрос, вопрос, конечно, остается открытым, вот. Вот, как вы к этому пришли, к такому, ну, к такому отношению, да, к себе? Вот, как вы пришли к такой поведенческой модели, модели по отношению к себе? Ага, и, ээ… Как вы в этой поведенческой такой модели себя чувствуете? Потому что, ну, понятно, что, эээ… что, ну, что тяжело. это понятно, понятно, что тяжело, понятно, что больно, понятно, что нелегко, понятно, что тревожно, вот, это все понятно, что вот так, ну так, всю жизнь так прожить не получится, я так думаю, я так думаю, что всю жизнь, ну нельзя, чтобы всю жизнь так прожить, а вы, вот, как раз, ну вот, всю жизнь так, как будто бы, и живете, вот, и, в принципе, вам здесь очень много сочувствия, очень много эмпатии, вот, но факт остается факт, на данный, на данный, на данный, на данный этап, для чего перенимаете интересы других людей, да, то есть, ну, как так получается, да, что принимаете, перенимаете интересы других людей, как будто бы, вот, вам начинает нравиться то, что нравится, там, кому-то, кому-то. Во-первых, не слышите себя, не слышите, вот, не слышите того, что, ну, того, что нравится вам, не привыкли, не привыкли это делать, в принципе. Во-вторых, считайте, что ваши интересы, которые у вас есть, они плохие, они плохие, они не дадут вам ничего. То есть, вы считаете, что, что вот, ну, то, что вам нравится, ну, не понравится больше никому, никому вообще. И вот, вы пытаетесь, ну, как же вот от этого уйти, вот, вы пытаетесь скрыть, скрыться, скрыть, вот, вот. И именно вот через, значит, перенимание интересов других людей. Вот, поэтому желание изолироваться, ваше желание, ваше желание изолироваться, которое есть, да, у вас, вот. Оно связано с такой вот, знаете, необходимостью себя защитить, то есть вы хотите себя защитить. Для вас это возможность себя защитить, потому что вы растворяетесь в, ну, в людях. Вот, и нет другого способа, ну, вот, сейчас, для вас кроника, как вот, изолироваться. Другого способа он просто нет. Ну, то есть, понятно, что вообще-то он есть, конечно, да, но вот вы, вы его не видите пока. Пока. Как-то так, как-то так, как-то так, я думаю, что... Действительно, действительно, вам было бы неплохо, ну, изолироваться вам действительно было бы неплохо сейчас, ну, побыть, побыть наедине с собой, да, немножечко, вот, поизучать себя, значит, ну, в этом смысле. Как-то вот лучше понять, да, там, себя, свои, ну, свои приоритеты, свои желания какие-то. Вот, и, соответственно, уже, вот, тогда будет, ну, просто более, вам, самой, да, более очевидный, более пазар, куда вы хотите двигаться и что вы чувствуете. Есть еще один момент, то, что вы перескакиваете, вот, там, ну, грубо говоря, с темы на тему, да, для меня выглядит, как, такое, знаете, такое, знаете, тотальное непроживание того, что вам вообще свойственно, того, что вам хочется и так далее. Вот, вот, тотальное непроживание, вы не знаете, не знаете себя. Поэтому, с чего бы я рекомендовал бы начать вам? Все просто. Когда вы чувствуете обращение, попробуйте представить себе, как бы оно выглядело. То есть, как можно, 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 можно было бы вам себе его представить. Вот. То есть, как бы вы его отреагировали. Используйте любую метафору, но слишком сильно в метафору не уходите, потому что, потому что метафора в определенный момент может начать заменять вам, собственно, само переживание. И это будет, на самом деле, вред для вас. По молодому человеку, по молодому человеку, да. Что хочется сказать. Значит, ну вот, помимо того, что вы описали, помимо этого, давайте попробуем увидеть следующий, ну, следующий аспект. Вот. Что вы чувствуете к нему, вот, вообще, ну, к молодому человеку, что вы чувствуете. Вот. Чувствуете ли вы что к нему? То есть, вы говорите, да, что он вам интересен, там, и прочее. Вот. Окей. Но давайте поподробуем поподробно. То есть, вот. Что именно, что конкретно вам в нем нравится, допустим, и так далее. Вот. 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 Это очень важный момент. Вот. Это было бы неплохо. Неплохо. Но все. Вы говорите о том, что люди делают вам какую-то пакость, вы паете. Вот. Тоже давайте, значит, этот момент немножечко поисследуем. Значит, значит, пакость и то, что вы даете. Значит, что вы интерпретируете, во-первых, как пакость. Что для вас пакость? Пакость. Как вы понимаете, что это пакость? И дальше, значит, ну хорошо. Как вы переходите к тому, что вы тает? То есть, что это для вас? От чего вы тает? Ну, я бы сказал, что сейчас у вас очень много злости накоплено, агрессии. Вы ее стараетесь сдерживать. Тоже не очень хорошая история. На мой взгляд. Всего доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.